В рубрике «Зеркало сцены» наши телезрители узнают много нового из жизни театра. Имеют возможность заглянуть в закулисье, что всегда вызывает особенный интерес у зрителя. Сегодня мы продолжим раскрывать тайны театральной жизни в гостях утреннего эспрессо Анна Владимировна Синьковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, вот вчера буквально состоялась очередная премьера по Тургеневу «Отцы и дети». Вот лично для вас, как для руководителя, вот выход нового спектакля, премьера, что это? Ну, вчера у нас состоялась премьера «Мышеловки». А, «Мышеловки», да? Да, да, Тургенев у нас был чуть раньше. А, да, чуть раньше. А вчера у нас была премьера «Мышеловки» по Агата Кристи. И, конечно, это волнение. В первую очередь просто сумасшедшее волнение, так как премьера была запланирована на 17 число, а по техническим причинам пришлось перенести премьеру. И, конечно, уже у актеров просто безумное волнение. У меня, как у директора, также переживания за свой коллектив, за своих актеров, режиссеров, световиков, звуковиков. Потому что это все делается в одной большой команде. Все зависит друг от друга. И не бывает такого, что можно сделать что-то в одиночку. Ну и, конечно, когда зал аплодирует стоя, в финале ты получаешь такую массу положительных эмоций, гордость за свой коллектив, за свой театр, за свой город, за свою страну. Потому что это здорово. Здорово то, что люди, наши зрители любят театр. Они приходят. Они приходят на наши именно экспериментальные постановки, на новые интерпретации, прочтение произведений в современной интерпретации. Это, конечно, здорово, что наш город и наши зрители любят наш театр. Я знаю, что с вашим приходом на пост в театре появилась новая локация, бар. Бар стал такой, можно сказать... Театральный, во-первых. Да, во-первых, извините, театральный бал. Отличительная особенность. Да, да, да. И там начали происходить всевозможные очень-очень интересные вещи. Расскажите нам, пожалуйста. Да, это так. Мне очень хотелось еще добавить локацию новую. И эту локацию я видела в нашем баре. И, конечно, это требовало дополнительных средств. Но в течение двух лет откладывали эти средства потихонечку, чтобы не ущерб основной деятельности театра. И мы сделали ремонт. И предложила я актерам, режиссерам на откуп, что они предложат, интересные какие форматы для нашего театрального бара. И, конечно, отклик получила я у наших актеров о том, что они готовы взяться за эти проекты. И это получились прекрасные, хорошие проекты, как и Евгений Гадун, актрисы в кулисах, и Янины Малинчик, Вечерняя Малина. Еще Вечерняя Малина, она же разножанровая, разноплановая, каждый раз что-то новое. Представляешь, сколько репетиций, подготовка? Они же поют, правильно? Они поют, да. А у нас же как бы все равно театр не музыкальный, а драматический. Мне кажется, еще немножко будет музыкальный. Да, да, вот с такими проектами он становится у нас еще и музыкальным. Это развивает наших актеров. И, конечно, здорово то, что им самим это нравится. Они приходят в свои выходные дни, репетируют. Их никто не заставляет. Никто не остановит. Да, все, они получают такой кайф, что уже их никто не остановит. И я получаю удовольствие как руководитель от того, что моим работникам это нравится, они это делают для людей, а людям идет ответная реакция, им так же нравится. Ну и, конечно, это дополнительные доходы, стимулирование работников премии. Ну вот вы когда говорили, что у меня возникла мысль о том, что их еще и никто этому не учил. Мы как бы вот пошли, отработали, сделаем это. Да, да. Скажите, грядет летний сезон. Что обычно в театре происходит летом? Отпуск. Отпуск у нас в августе. А, например, если взять июнь, это у нас будут небольшие гастроли по Брестской области. Там Малорита, Высокое, Кобрин, Столин. Где-то мы покажем детские сказки. В Кобрин повезем мы нашу премьеру «Мышеловка». Так что, дорогие зрители, мы вас ждем. Приходите с нетерпением. «Высокое» и Малорита – это детская сказка «Тайна лесной полянки». Наша новая премьера, которая скоро состоится. Мы повезем именно премьерный спектакль. В наш юбилейный год, именно 80-летие театра, мы хотим максимально показать в области наши премьерные спектакли, порадовать наших зрителей. Кстати, вот по поводу 80-летия, Анна Владимировна, что ждет зрителя в октябре? Ведь в октябре будет день рождения. Что вы такое задумали? Какое мероприятие будет центральное? Во-первых, мероприятие. Во-вторых, как преобразится театр? Основным и центральным мероприятием, знаковым, я думаю, не только для нас, работников театра, но и для горожан, это станет открытие музейной экспозиции театра. Мы к ней уже готовимся на протяжении трех лет. Это огромный объем работы проделывается, так как финансируемся мы со спонсорских средств, привлекаем максимально. Вот на проект, на изготовление проекта выделил средства, это НКФУД. Они нас поддержали с первого нашего начала, вот как мы пришли и обратились за помощью. Есть ли такая возможность? Да, конечно, на такие благие дела, на развитие театрального искусства, на профориентацию, на сохранение преемственности поколения. Она теряется. Сейчас совсем другая молодежь приходит в театр. Правильно, как говорят наши старожилы, что когда мы приходили молодыми в театр, мы по стеночке ходили, боялись посмотреть на заслуженных артистов. Сейчас немножко это меняется, тенденция. И вот мы должны показать и воспитать эту преемственность поколений, уважение, передача знаний, опыта. И я думаю, у нас все получится в связи с тем, как мы откроем наш музей, и люди будут приходить. И, конечно, это профориентация. У нас недавно проходил День открытых дверей. Рассказывать вам очень интересно. Вы прямо так предугадываете мои вопросы. Хотелось как раз-таки про нее-то и задать. Вопрос про профориентацию. Был День открытых дверей. Как прошло мероприятие вообще в целом? Это же первый опыт, насколько я понимаю, правильно? Да, да. По крайней мере, за руководство моё это первый опыт проведения Дня открытых дверей. С таким предложением выступил Александр Александрович Козак, наш художественный руководитель. Так как мы понимаем, что проблема актерского состава у нас существует, у нас просто катастрофическая нехватка мужского состава. Если ещё девочки как-то даже... Анна Владимировна на меня посмотрела, я не играю в такие... Ну, мы обучим, мы обучим, мы обучим. Так что мы были очень рады видеть вас в нашем театре в роли актера. А какие вам мужчины нужны? Какого возраста? Может быть, прямо сейчас вот наши телезрители... Я знаю, определяются на типаже. Вот типаж героя, да. Паша, подожди, давай, может быть, возрастные какие-то... Или как? Кого вы ищете? В первую очередь молодёжь нам бы... Молодёжь? Да, для того, чтобы... Очень часто в постановках нужны вот именно молодые лица. Но в данный момент в театре их нехватка. И для того, чтобы их воспитывать, дальше вести по профессии вперёд, приводя к наградам, к званиям, нам бы очень хотелось бы, чтобы наши молодые люди, выпускники школ задумались о том, что всё-таки профессия актёра — это престижно, это интересно, это многогранно. Самое главное, что помогут. Помогут. Да, да. Мы готовы, получается, отобрать пять человек, принять их в вспомогательный состав театра. Они будут получать минимальную зарплату, но будут получать её. Они будут обучаться, учиться именно в самой профессии непосредственно в действии и ездить на сессии в Академию искусства. И обучаться в Академии искусства именно уже профессионально театральному искусству. Мне хочется сказать, почему я не мальчик? Почему мне не 17? Мы девочек не отказываемся. У меня только один вопрос, почему мне не 17? Вот так вот. У нас сразу вопросы. Но у нас получается и среднего возраста. У нас Михаил Ильич во всех спектаклях, он уже даже порой просит, не берите меня. Миша, Миша. Да, Миша, да. Потому что его везде каждый режиссёр задействует. И, конечно, ему как человеку... Нагрузка огромная. Это сумасшедшая нагрузка, да. Потому что с утра репетируют новый спектакль, вечером играют афишу нашу. Это, конечно, сложно. А ещё есть семья, дети, жена. Все требуют внимания. Не то, что требуют, а нужно уделять. Семья — это главное в нашей жизни. Когда в семье всё хорошо, тогда и на работе. Да, да, да. Ты приходишь с хорошим настроением, радуешь зрителя, радуешь своих коллег. Оно везде должно быть в гармонии. Не должно быть дисбаланса, что ты на работе выгораешь и приходишь домой уже изтощённым. Это должно быть всё в радость. Мы желаем вам пополнения. Спасибо, спасибо. Мы однозначно желаем вам однозначно пополнения. Позраньбург, актёрского, да. Да, да, спасибо, спасибо большое. Скажите, в день открытых дверей приезжали же ребята отовсюду, наверное, со всей области. Да, мы приглашались отовсюду. Вот как-то, может быть, сориентируйтесь, если вы делали срез, как-то наблюдали за ними. Какое количество было иногородних ребят? Пока это ещё обрабатывается информация, потому что мы даже, я вам честно скажу, не ожидали, что так... Так много, да. Мы даже не распечатали нужное количество анкет. Мы допечатывали, и это был приятный восторг от того, что люди интересуются. Да, была молодёжь, детки по седьмой, восьмой класс. Но это также нам интересно, так у нас есть в нашем Брестском музыкальном колледже имени Ширмы отделение, актёрское отделение, куда мы в следующем году планируем набор. И это тоже наши потенциальные студенты, актёры. Потому что, в принципе, основная масса наших актёров — это идут выпускники музыкального колледжа нашего. Там, где мы их воспитали, сами воспитали для себя. И уже потом дальше в путь пускаем в Институт культуры, в Академию искусства, в процессе работы. Они постигают дальше профессиональные азы. Ну что, в целом, мне кажется, замечательно в этом плане. Ну вот по поводу профориентации — это тоже одна из частей. Но вот у меня ещё вопрос такой. А вот по поводу ВУЗа — это, получается, только Академия, насколько я понимаю, как театральный ВУЗ? Да, да. Ну, есть и Институт культуры, но мы как бы сейчас проговаривали вопрос Академии искусств. Ну что ж, на самом-то деле хочется поблагодарить вас за такую прекрасную утреннюю беседу. Ну и, кроме всего прочего, наверное, всё-таки Премьера — это вот первый показ. Но в любом случае в афише этот же спектакль будет постоянно двигаться вперёд вместе с остальными спектаклями, с остальной афишей. И у вас есть, мне кажется, уникальная возможность пригласить всех наших телезрителей на различные спектакли, чтобы они чаще приходили в театр и наслаждались подлинным искусством. Дорогие наши зрители, мы вас ждём с нетерпением. Наши актёры вас любят и ценят. Наша вся театральная группа, театральная семья всегда рада нашим зрителям. Приходите, мы дадим возможность вам отдохнуть, зарядиться энергией и просто получить массу шикарных впечатлений. Ну вот, собственно, мне кажется, приглашение принято. Но вот знаете, что я ещё вспомнил? Вы же сами участвуете тоже в постановках, вы же не только руководитель. Вы, по сути, актёр. Ну, пока не совсем. Ну вот в мышеловке вы уже участвовали. Да, и в небольшом сюжете в виде ведущей новостей приняла участие Денис Владимирович попросил. Гритана Владимировна, вы когда-то работали ведущей программы новостей. Может, вспомните старые времена? Так, вот как вы, как ваше ощущение? Конечно, волнение, переживание, как воспринят коллектив. В первую очередь, как воспримет коллектив это свой. Ну а в дальнейшем, как зритель будет воспринимать это. Ну, я думаю, что всё хорошо будет. Первый опыт? Ну, первый опыт. Первый? Первый опыт? Да, первый. Это был первый. Это хороший старт, мне кажется. В плане, потому что, если там уже было видеозаписи, то наверняка скоро вас попросят сказать. Давайте вот вы на сцену. А давайте ещё и ещё. Да, давайте ещё. Уже, может быть, не ведущая новостей, может, что-то более такое, ну, не знаю, как-то правильно сказать. Как это правильно сказать? Как? Что такое сказать? Более такое актёрское именно в жизни и на сцене. Вот так. Ага. Ну, как-то так. Ну, будет всё возможно. В принципе, я всегда шучу Александру Александровичу. Я говорю, ну что, вы уже, блин, как бы заготовили мне роль в каком-нибудь спектакле? Уверена, что заготовил. Ну что же, благодарим, Анна Владимировна, что это утро вы провели в компании «Утреннего эспрессо». Желаем драматическому театру процветания новых спектаклей, благодарного зрителя. Что ещё? А вам новых ролей. Да. Спасибо. Я вижу, что вы не очень как бы так радуетесь, но это пока. Потом привыкните, всё будет хорошо. Да-да-да. Спасибо большое. Я хочу вам небольшой шоколад, вдохновение, чтобы всегда с вами вдохновение было. Каждое утро и каждый день начиналось вдохновение. Спасибо огромное. Я надеюсь... Эспрессо и вдохновение. Я думаю, что это вот прекрасный шоколад из театрального бара, а это особенно ценно. Да-да-да. Съедаешь, и сразу Шекспир льётся, вот знаешь. Ну да, наверное, да, льётся Шекспир. Хорошо. Ну что ж, большое спасибо. Спасибо вам. До встречи. До встречи. Дорогие телезрители, напоминаем, что сегодня у нас в гостях была Анна Владимировна Синьковец, генеральный директор Брестского академического театра драмы.